Завершился итог израильского президента Ицхака Герцога в Азербайджан, в Баку, на фоне иранской угрозы. Израиль и Азербайджан укрепляют сотрудничество, по крайней мере, во всех сферах. По меньшей мере, во всех сферах. У нас в гостях человек, который из первых узнает, как прошел этот визит. Вы были в Баку вместе с президентом. Это почетный посол еврейского агентства в Азербайджане. У нас в гостях Роман Гуревич. Роман, здравствуйте. Вечер, добрый, Борис. Итак, действительно, на фоне иранской угрозы для нас очень важной роль играет Азербайджан. Для Азербайджана тоже Израиль играет большую роль и в военном сотрудничестве, и в экономическом, и в культурном. Но на фоне его ухудшения отношений с Ираном у нас есть общие интересы. Знаете, у Израиля и Азербайджана всегда были общие интересы. Я бы сказал, что даже когда еще не было государства Израиля, а был еврейский народ, который жил на протяжении веков, чтобы не сказать, почти тысячелетия на территории Азербайджана, у евреев и азербайджанцев всегда были прекрасные отношения. Так что это традиция многих сотен лет и многих поколений. И великолепное отношение между Израилем и Азербайджанской республикой – это есть закономерное продолжение вот тех самых отношений. Наши страны уважают друг друга, наши страны крепят стратегическое партнерство. Визит президента Герцога, вне всякого сомнения, был важной вехой на этом пути. Это был знак, который показал всему региону, что мы рядом с нашими друзьями. И важно сказать, что наша дружба не направлена ни против каких-то третьих стран. Израиль и Азербайджан дружат для того, чтобы стабилизировать ситуацию в мире и делать лучше для Израиля и для Азербайджана. Как прошел сам визит? Какие-то интересные казусы, нюансы, интересные истории? Я знаю, что вы знакомы даже с самим президентом Азербайджана, Алиевым, вы с ним тоже виделись. Ну, давайте точнее, визит прошел великолепно, так сказать. Я могу сказать, что есть в нашей семье традиция, которой я очень горжусь. И мой отец в 98-м году снял пятисерийный документальный фильм о Гейдар Алиеве. Это президент Азербайджана и отец нынешнего президента. И это большая честь для нас, это очень важно для нас. И не случайно в сердце каждого еврея, который приехал из Азербайджана, есть теплое место в сердце для страны, с которой мы приехали. И это есть, и мы делаем все, что можем, я делаю все, что могу, так сказать, для того, чтобы как-то сблизить и познакомить Израиль с Азербайджаном. Вот мы видим фотографии, если можно прокомментировать. Здесь видно, что это вы встречаетесь с Алиевым, то есть вы заодно вместе с делегацией Израиля, здесь герцог Алиева, жена, и вот вы жмете руку. Мне была оказана такая честь, я был среди членов израильской делегации, которые были представлены президенту Азербайджана и его супруге, первой вице-президенту госпожем Ихребан Алиевой. И там был такой интересный момент, что когда я подошел, то господин президент Алиев сказал господину президенту Герцогу, «Слушай, а почему он тут? Он должен стоять там, где наши». Имеется в виду, что... Вы представляете, так же хорошо интересы Израиля, так же, как Азербайджан, надо сказать, что выражение из Баку, это не все знают и помнят. Я выражение из Баку, и я считаю, что это стратегический жизненно важный интерес как Израиля, так и Азербайджана. И в меру моих скромных сил я продолжаю дело моего отца, и я стараюсь сблизить и познакомить наши народы. Интересно узнать какие-то действительно нюансы, которых обычно не говорят. На каком языке общаются президенты, на английском, с переводом? Как общались Герцоги и Алиев? Нет, в этом случае. В этом случае, смотрите, в разных случаях по-разному президенты общаются. Понятно, есть люди, которые знают английский. В этом случае оба президента великолепно в совершенстве владеют английским языком. Про Герцога мы знаем, он вообще как человек, который прожил в США. Господин президент Азербайджана, он совершенно спокойно говорит на прекрасном английском, так сказать, и на английском все это и происходило. Давайте обсудим еще некоторые проблемы. Во-первых, что происходит в конфликте с Нагорным Карабахом, насколько эта история еще не завершилась. Мы слышали много на этот счет историй, и одна из них это сказать, я так понимаю, даже попросить или потребовать у армянского народа признать Нагорный Карабах азербайджанской территорией. Ну, знаете, в соответствии с международным законом и со всеми нормами международного права, Карабах, он является неотъемлемой частью суверенного Азербайджана. Тут вопросов нет никаких, и в период армянской оккупации были приняты четыре резолюции Совета безопасности ООН с осуждением вот этой оккупации, с требованием вывести войска оккупантов. Так сказать, 30 лет Азербайджан пытался дипломатическими путями конфликт решить, так сказать, это не получилось. После этого силой оружия Азербайджан, обратите внимание, выполнил решение международного сообщества и освободил собственную суверенную территорию. То, что там осталось несколько процентов Карабаха до сих пор под оккупацией армянских формирований, даже не Армении, я считаю, что это дело временное, и деваться им просто некуда, потому что президент Азербайджана предлагает им влиться в полноценную нормальную жизнь страны и получить все права граждан. Если вы не хотите, то вы можете уезжать оттуда. И Пашинян, премьер-министр Армении, он постепенно понимает и требования международного закона, и то, что весь мир считает, что Карабах безимды, да, Карабах это азербайджанский, и все, и, так сказать, постепенно он идет к признанию этого, хотя у него есть оппозиция внутри самой Армении. Хотя там ведутся военные действия, иногда мы слышим об обстрелах, я раненых. Не-не-не-не о военных действиях. Военные действия велись два года назад, и после этого, так сказать, армянская армия была, так сказать, разгромлена начисто. Сейчас там есть провокации, вооруженные, так сказать, диверсанты иногда проникают и минируют дороги. Об этом я говорю. Да. Ну, так сказать, это все утрясется, с этим всем успокоится. Понятно. Давайте поговорим о наших, о евреях, о евреях Азербайджана. Там очень интересная община, в основном она жила и живет в Баку и в Кубе, еврейский город в Азербайджане. Я там, кстати говоря, тоже был. Я знаю, что герцог встречался с еврейской общиной. Что она из себя представляет сегодня? Ну, знаете, Азербайджан удивительная страна, где никогда не было антисемитизма. Где евреи всегда чувствовали себя дома, они себя чувствуют дома и сейчас там. Президент герцог встречался с представителями еврейской общины. Была такая очень теплая, интересная встреча. И на этой встрече присутствовали руководители и представители раввины ашкенасских евреев, горских евреев, там даже из Губы специально приехали, так сказать, люди, и грузинских евреев, руководители различных еврейских организаций, которые активно работают в Баку, говорили о текущих проблемах, о том, так сказать, что сделать еще лучше. И очень интересный и важный момент. Из гостей каждый выбирал сам, на каком языке говорить, и там были переводчики. И были люди, которые говорили на еврите, из бакинцев, были люди, которые говорили на русском, были люди, которые говорили на азербайджанском. И вот так вот очень хорошо вся эта встреча прошла. Ну и последний вопрос. Мы скоро перейдем обсуждать здесь, в этой студии, с Дианой Тасунян тему иранской угрозы, МАГАТЭ, все, что с этим связано. Мало что говорится о том, насколько действительно Азербайджан помогает, поможет или может помочь Израилю с точки зрения иранской угрозы, отношений Азербайджана и Ирана тоже очень плохие. Они ухудшились за последние, может быть, даже года-два. Что вам известно, что можно сказать по этому поводу? Я могу сказать по этому поводу, что Азербайджан проводит мудрую многовекторную политику, которая направлена, например, на дружбу с Израилем, но вместе с тем Азербайджан абсолютно не собирается конфликтовать с Ираном. Иран ведет глупую политику, неразумную политику, и они постоянно с Азербайджаном обостряются. Насколько Азербайджан может, Азербайджан, так сказать, обходит острые углы. Бывают ситуации, которые недопустимы, например, атака, которая была в Иране на азербайджанское посольство, в результате погиб один из сотрудников службы охраны посольства. Тем не менее, я уверен, что главное и для Израиля, и для Азербайджана, это стабильная ситуация в регионе, и в соответствии с этим наши страны и действуют. Спасибо вам большое. Очень приятно было общаться с человеком, который только что вернулся из Баку. Официальный визит, интересные истории. Осветили мы эту тему. Спасибо большое, что приехали к нам. Политтехнолог, владелец пиар-агентства, а также почетный посол еврейского агентства в Азербайджане, Роман Гуревич. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, Борис.